ЗАБИНФО.РУ Первый информационный сайт Забайкальского края 16 августа в Читу прибыли более 350 человек с юго-востока Украины. Они прилетели прямым рейсом из Симферополя. Здесь жители Донецка, Луганска и Славянска. Все они бежали от войны, с детьми почти без вещей. Люди приехали в Забайкалье с надеждой на новое будущее. Там что там, стреляют, нету там уже ничего. С матерью я не могу созвониться никак, ни при каких условиях. Вы могли сюда ехать, в Забайкальский край? Нет. Куда отправили, сюда и поехали. Может, вы здесь вам какую-то вакансию предложили? Ничего не предлагали. Просто поехали, и все. Женщина прилетела в Забайкальский край со своим мужем и двумя детьми, бросив дом. С собой, как и многие другие, они взяли только самое необходимое. Некоторые из беженцев приехали совсем без вещей. Что делать дальше, неизвестно. Но каждый, с кем удалось поговорить, уверенно отвечал, что не хочет обратно туда, где убивают. Мы сюда и старались поехать. Работы сказали много. А вы с семьей приехали? С семьей. А кто с семьей? Кто-то у вас? Жена и две дочери. А кто-то остался еще? Ну, с жены родственники. Сестра у меня. Что вы заставили вас взять и приехать? Что у тебя нет? Тяжелая артиллерия и установки. Странно, как жизнь может в одной части перевернуться. Когда ты же устроил планы, но по чьей-то прихоти тебе приходится хватать маленьких детей и лететь непонятно куда. Лишь бы подальше от выстрелов и развивающихся снарядов. У многих на Украине остались родственники. Вспоминая о них, люди вновь начинали плакать. Связи нет, что с ними неизвестно. Сотрут порошок кокосов. Я была в Евпатории. Попала на море. Немножко отдохнула, потому что там я в день спала только один час. Или начинают бомбить. Человек не может спать. И забываешь покушать. Я и не кушала. Я такая страшная была. А сейчас адаптировалась и меня забирают. Женщина еще долго говорила о себе. Давала советы и много улыбалась. Но время от времени она все же смахивала с глаз слезы. Ее второй муж родом из-за Байкали. Поэтому сейчас она рада, что оказалась в нашем крае. Единственное, в Луганске у нее остался сын. Что будет с ним, как она говорит, известно только небесам. Беженцев оперативно расформировали на три группы, которые отправили в пункты временного размещения. Дарасун, Шиванду и профилакторий Горняк. Все здания были своевременно отремонтированы и полностью подготовлены. С прибывшими уже на месте работали психологи и врачи. Почти треть из прилетевших – дети. Среди них много малышей до года. Мы думали, что это все-таки будет как перевалочная база. Но вы сегодня посмотрели, детей более 120 человек. Много грудных детей. Естественно, родители не будут работать. Ведь много, знаете, к их семье приехало. Мама и ребенок. Мама и двое детей. Хотя вот я с женщиной успел пообщаться. Она говорит, конечно, мы назад возвращаться не будем. Будем здесь жить. У них семья, трое детей. Муж приехал. Мы сейчас будем трудоустроиться, искать работу. А старший сын уже работает тоже. Сын, муж шахтера. И мы будем искать работу. Они готовы работать, готовы ехать на работу. И нам только... Наша самая задача – им помочь. Глядя на прибывших, уставших и запуганных, трудно говорить, что они будут занимать чужое место. Люди прилетели в Забайкалье не от хорошей жизни. Так схожились обстоятельства. Просто стоит понимать – перед войной все равны. Анастасия Дрюмова, Анна Хвостова. Специально для Забонфору.